Возможность расслабиться и самоутвердиться Или измена и разрушение семьи В современном мире для мужчин придумано множество развлечений От рыбалки до эротического массажа А как на подобные забавы должны реагировать женщины? Жена, подруга, любимая Где та грань, которую мужчине можно переступать? О развлечениях для мальчиков и о том, что женщины прощают своим вторым половинкам Мы поговорим сегодня в чате девчат Моральные измены Тема нашей сегодняшней программы И мы ее ведущие Оля Найс И Алена Сединина Самое время представить наших уважаемых экспертов Сегодня с нами разбираются в проблеме Максим Кравцов, сексолог И также Игорь Тимощук, психолог И как всегда с нами на площадке работает наш стилист-визажист Виктория И сегодня для модели Александры она подготовила превосходный макияж, который мы увидим в конце программы Александра, проходите к нашему визажисту Наша первая героиня с лихвой хлебнула истории про злачные заведения для мужчин И говоря о девушках-массажистках и стриптизершах, выражения она не выбирает Меня зовут Аня, мне 26 лет Получила два образования в свое время Первое, я музыкант, творческая личность А второе, совершенно противоположное, я юрист Пять лет работаю в сфере юриспруденции И этому очень рада Мои увлечения Я люблю драйв и скорость Я обожаю машины В свое время очень много проработано то, чтобы наконец-таки купить машину Каждая девушка хочет помимо работы и своего успеха добиться и личного счастья И получить, и встретить принца на белом коне И, к сожалению, принца всех разобрали А кони у нас сдохли Поэтому, что нам остается девушкам, хрупким, доверчивым Пару лет назад я думала, что встретила одного единственного И вышла замуж за молодого человека Родила ребеночка, замечательная доченька у меня есть Но, к сожалению, не все так здорово было, как хотелось бы Анечка, пожалуйста Расскажите, какие отношения были с мужем? Почему, как вы думаете, он так поступил? Мне понравилась фраза «Принцы вымерли, и кони сдохли» или как вы сказали? Да, как-то так она была Ну, хотелось бы, конечно, встретить того единственного принца Встретила Любовь, чувство, розовые очки То есть сначала вам показалось, что вполне себе адекватный Молодой человек ухаживал красиво Романтика была безумная Я была счастлива, на девятом небе купался счастлива Но длилось не так и долго, к сожалению Сколько? Сейчас скажу точно Где-то месяца четыре Потом я забеременела У нас была свадьба И через два месяца после свадьбы была его первая измена Ань, а вы не подумали, что надо как-то получше узнать человека После четырех месяцев знакомства сразу забить? Я же говорю, розовые очки были одеты Прям вот в любовь с первого взгляда Он, наверное, красиво ухаживал О, девочки Обещал золотые горы, да? И золотые горы в том числе И ребенка хочу, и дом хочу И все, в принципе, он делал Мне кажется, когда женщине говорит мужчина про ребенка Все Это сто процентов Плывем Да Пелена Все, я твоя любимая У нас все будет семья Так и было, да? Так оно и было Честно, девочки, так и было Хорошо, Аня, а что? И как подозревать начали? Подожди, вы вообще подозревали? Вообще нет Все у нас было замечательно И все прекрасно Но в один нехороший вечер Я увидела смс-ку Телефон лежал так открыто Я в телефоне никогда не лазила Ну, тут смс-ка пришла У меня так взгляд А там, мам Не заблокировано А там, ну, что-то какой-то текст был написан Мне же стало интересно Вот, смс-ка Я ее открываю Читаю всю переписку И понимаю, что я у него давно не одна единственная И эта девочка Краски вот из той серии Она работает в массажном салоне Это все было прописано в сообщениях Было мерзко противно Просто дотрагиваться и общаться с этим человеком Потому что я эти места Это не массажный салон, где делают лечебные процедуры Это салон, где оказывают определенные услуги За дополнительную плату В этом я уверена, потому что я знаю такую девочку Вот я с ней общалась в жизни И она мне это все подробно рассказывала То есть вы общались с вот этой девушкой, которая ему написала? Да Вы встретились? С нами с ней связались? Не встретились Я с ней связалась сама Что вы сказали? Привет, я жена твоего любимого Давай-ка мы с тобой пообщаемся Ну, нет, не так Ну, здравствуй на вы, естественно Я уже подробности не помню, как это все было Хорошо, давайте, знаете, с чего Все-таки вернемся к чему Вы увидели этот месседж и сразу же рассказали об этом своему мужу, уже бывшему Да, то есть показали вот Да Паспорт Да, а у меня было просто внутри все горело Такое, я хотела ему немедленно это все рассказать Зачем он это сделал? Какая причина? Он все спокойно мне рассказал, что да, есть Признала Да, не хватает Потому что, ну, ты же только родила, ты не можешь А я вот, а мне надо Я молодой Я говорю, а я тоже не старуха Мне тоже, как бы, эти пеленки, я к этому не была готова Ну, давай вместе как-то, давайте обсуждать Я за то, чтобы все обговаривалось в семейных отношениях А не так вот скрытно и раз и ушел Подождите, а почему он сразу на ребенка, знаете, свою проблему спихнул? Как бы, ты только что родила, ты не можешь там по здоровью, а мне надо из-за ребенка Мне кажется, это была отмазка, вам так не показалось? У него отмазок было как минимум 10 Вы его вывели на чистую воду? Да, конечно, мы спокойно поговорили, он мне все рассказал об этой девочке Потом я с ней поговорила, она не знала о том, что я есть ребенка Как состоялась ваша встреча, ваше знакомство? То есть вы позвонили и вот, что потом было? С девушкой? Я с ней не виделась, я с ней только общалась по телефону Мне этого хватило Зачем? Что вы хотели? Я хотела спросить у нее, знает ли она про мое существование, про ребенка И, возможно, как-то ее растрогает о том, что она неправильно делает Это очень низко Рушить семью ради своего блага Вы правда думаете, что она вам сказала правду? Это остается за кадром Так а что она вам сказала? Нет, я не знала о вас, какое это имеет значение И буквально разговор длился пару минут И я поняла, что вообще нет смысла с этой девушкой Давайте, пожалуйста, обратимся к психологу Вот сейчас кусочек истории мы услышали Что уже можно сказать по этому поводу? Что можно сказать? Что это довольно типичная ситуация Я говорю о тех женщинах, которые обращаются за психологической помощью Когда именно в этот период это не оправдывает мужа вашего Ни в коем случае, естественно То, что он сказал, что вот у тебя ребенок Да, что вот это такая ситуация, когда интимные отношения ограничены И вот некоторые мужчины пользуются такой психологической защитой Да, такой отговоркой Дескать, вот мне надо от этого не делать Совершенно я вас поддерживаю в том, что нужно все обговаривать И не в этом причина То есть А в чем причина? Причина в том, что, первое, наверное, вы недостаточно хорошо знали этого человека И второе, наверное, может быть, я так думаю Они достаточно проявили активности в обговаривании А может быть и проявили Но причина в том, что он оказался, извините, негодяем Если прямо говорить Аня Но мы хотели бы еще немного приоткрыть карты Потому что дальше ситуация зашла намного глубже То есть он, ваш бывший муж, переехал жить к этой массажистке Или что там случилось? Девочки, он снял квартиру И она своих клиентов салона приводила в эту квартиру Занималась там массажем, в кавычках Ему давала какую-то часть денег То есть, по сути дела, как сутенерство, я не знаю А потом у меня в этом спокойно Мы с ним встречались в кафе Он видел ребенка, говорит Да, вот я сегодня столько-то получил Вот на семью, на Я говорю, ты мне эти деньги даешь? Вообще ненормальный Ну, в общем Так длилось месяца два-три Потом ему это все надоело Ему стало самому противно с этой девушкой общаться Потому что она, ну, по сути дела Ну, проститутка Вот И он решил вернуться к себе С пару месяцев Да Я вся в чувствах расстроенная С маленьким ребенком, без работы Мама, папа далеко Ну, одна, по сути дела У меня вот так вот давал 100 рублей в день Говорит, на, живи как хочешь Я его через три месяца приняла Надеюсь, что я вернусь к тому времени Когда мы были счастливы Вот когда у меня были розовые очки Когда не было еще ребенка Когда было все замечательно Ради ребенка это сделали? Или ради собственных убеждений? Нет, это все делалось ради ребенка Вот наша большая ошибка, женщина Что мы очень много терпим Для детей Это правда И что же было дальше, Ань? Дальше на какое-то время он пожил у нас Конечно, то время уже не вернулось Честно Хотя, хотя жила иллюзиями Что вот будет все как раньше Нет, он нашел опять-таки новую Это была группа ВКонтакте И там он находил девушек, которым Платил за то, чтобы они там с ним гуляли Спали и так далее Понятно, тяжело об этом говорить Да, ничего не изменилось То есть та девочка, это вот был первый этап А потом это все продолжалось на протяжении еще где-то полугода И видеть каждый месяц, как он бегает и изменяет Я не могла понять причина Причина Пояснительная связь возобновилась Все нормально было, все хорошо А изменять продолжал Спросили напрямую Почему изменяешь? Хочу попробовать не одну девочку Мне кажется, ты еще какая-то... Не нагулялся А сколько возраст? Какой у него? Очень маленький возраст У нас с ним была разница большая То есть он был у вас младше? Да Был намного младше Взяла, считай, кстати, ребенка Так вы, получается, его взяли Вот как вы сказали, да? Всех принцев Расхватали и осталось то, что осталось Вот это то, что осталось? Вот эта вот романтика, которую он мне дал за эти 4 месяца Я просто была в это все влюблена И надеялась... Ой, все, вот это вот мое счастье Потому что до этого были отношения тоже тяжелые очень И... Нет, не счастье Но перед тем, как вы заводили с молодым человеком отношения Он на энное количество лет был у вас младше Вы могли предположить, что ему хочется погулять? Да, знаете, перед садьбой мне родители таки сказали Что, возможно, он будет бегать, изменять Потому что, ну, в силу молодости своей То есть будь к этому готова Но у меня аж влюбленность нет Я все справлюсь, у нас ничего не будет Все-таки женщина в семье может многое И ласка, и уговаривание Я считаю, что, ну, все в руках женщины в семье Хотели приручить, да, еще молодого Возможно, да И вырастить, да Можно мнение сексолога по этому поводу? Очень хочется услышать Вот вся эта романтика Потом вот перерастает в то, что получилось у Ани И вообще говорят, что романтика – это удел нищих И надо смотреть все-таки на трезво На всю ситуацию без розовых очков Ну, много чего говорят Хочется спросить у Ани А вашему бывшему партнеру хоть 16-то было? Было Было, все-таки, слава богу А то я подумал А вообще парень предприимчивый Он как-то бизнес сразу организовал Такое ощущение, что, знаете, как будто вы были мамой для сына Потому что, похоже, он просто хотел хорошо вам сделать Хотел сделать бизнес, обеспечить семью Просто он не знал, как это делать, наверное, да? Но у меня один вопрос к вам Как это для вас проблема-то составляет? Какая именно проблема? Ну, вообще, вся эта ситуация Как это для вас конкретно составляет проблему? Вот это типичный вопрос мужчины Как это? В смысле, как это? Ну, как это? Ее бросил? В смысле, Аня, вы примером чего являетесь в этой ситуации? Ну, не знаю, может быть, вы являетесь примером счастливой жизни Или чего? Или разочарования Жертва, наверное А вы не считаете так? Разве Аня не жертва? То, что я считаю Это мое личное мнение Да, я могу его сказать Так вы сюда и позвали для этого Ну, смотрите, вот идея в том, что у Ани же какие-то свои чувственные переживания Она живет в своей субъективной реальности, правда? То есть мы работаем с ее ситуацией Я могу на это смотреть совершенно по-другому Но какая и разница, как я на это смотрю? Ну, вы же сексолог Вы же можете как-то сделать общую картину Конечно Сейчас начнем Черту и итог Дайте, пожалуйста, слово психологу То, что наши уважаемые ведущие сейчас делали Это вот похоже, не совсем профессионально Но они, в общем-то, и не предназначены для этого То, что называется психологическим консультированием Однако И местами довольно удачно Эпизодами Но вопрос в том всегда Да, вот сейчас я не могу дальше говорить Пока я не спрошу Вопрос такой Что вы сейчас хотите? Чего бы вы хотели сейчас от всех нас? Вот это ключевой вопрос, который задают всем клиентам Всем пациентам Которые приходят вот для обсуждения и так далее Вот если вы ответите на этот вопрос Дальше я буду еще задавать вопросы Ну или же комментировать, если это нужно Да, давайте Иначе это превращается в анализ Анализ, к сожалению, не дает, как правило, пользы никакой клиенту Или этот анализ должен продолжаться годами Поэтому прежде всего исходят от потребностей, от проблем, от запросов Вот какой запрос? Что бы вы хотели в этой ситуации? Вот давайте мы на этот вопрос, Анна, вы ответите нашему эксперту после небольшой паузы Если бы у меня была такая жена, как ты, я бы застрелился Интересная заявка Нужно понимать, с кем ты имеешь дело Это программа Чат Девчат Мы вернулись после небольшой паузы Напомню, сегодня у нас героиня, которая пострадала от салонов массажных и стрип-баров Но не она лично, а, собственно говоря, ее мужчина, который впоследствии и бросил бедную Анну Скажем так Психолог, чтобы разобраться в ситуации, спросил Анечка, а чего вы хотите сейчас, на данный момент? Сейчас сидя на кресле, я хотела бы поделиться историей своей Возможно, кто-то услышит то, что с ними происходило ранее Возможно, кто-то возьмет себе на галочку, может, пора остановиться Вот, для этого я здесь сегодня Спасибо Есть у нас в студии герой, мужчина Который опишет эту ситуацию с его точки зрения И он, собственно говоря, не против таких развлечений Поприветствуем Павла Но перед этим посмотрим небольшой видеосюжет Зовут меня Павел Я сам из города Горловки Это Донецкая область Родился в 91-м, 27 лет В Крыму нахожусь где-то порядка 15 лет Служил 5 лет в армии Работал в разных сферах абсолютно Как и в розничной торговле, так и в организации мероприятий Отучился в городе Киеве До этого учился в частной школе В Киеве я отучился на менеджера организации предпринимательской деятельности Дважды жена, двое детей Люблю своих детей, уважаю своих бывших жен Посещаю различные мероприятия, различные организации Люблю веселье во всех видах Люблю красивых девушек Красота – это залог здоровья и долголетия Паша, проходите, пожалуйста Давайте, рассказывайте, что мужчины забыли в этих стриптиз-клубах, барах, массаже 18+, и так далее Так, заранее должен всех предупредить Я не сексолог и не психолог У меня есть свое личное мнение по этому поводу И я хотел бы его озвучить Прошу тебя сразу Не считай это на свой счет или еще на что-то У меня есть конкретно несколько к тебе вопросов Сразу же в студии Для того, чтобы я мог конкретику тебе дать Подождите, мы сейчас разговариваем про вас Вы у нас эксперт же? Я не эксперт Я везде по чуть-чуть Расскажите свою историю Вопросы вам был Да, постоянно И я рекомендую всем мужчинам ходить и отдыхать там И что вы там делаете? Я прихожу, допустим, посмотреть на красивую девушку, на красивую фигуру То, чего сейчас крайне мало Я вам объясню Есть девушки, которые просто нарисуют там себе лицо Сделают вот такую кучу макияжа, наложат Как девушка вот такая Она мне не нравится Подождите, а в этих стрип-барах там не красятся девушки или что? Там затемненное помещение, там уютная обстановка Пакет на голове? Пакет зачем на голове? Чтобы не видеть, да? Нет, на самом деле вот в таких заведениях ты не обращаешь внимания конкретно на макияж Ты конкретно обращаешь внимание на то, как девушка двигается, какая у нее фигура Ты обращаешь внимание на ее профессионализм Конкретно со стороны, допустим, если это стрип-пластика Если это массаж, да, эротический Ты обращаешь внимание на то, как девушка приносит тебе удовольствие Ты платишь деньги не за то, что она с тобой там переспала Или еще что-то, то, что недоступно общепринятыми нормами Платишь деньги за то, что она просто тебе доставила удовольствие Ты расслабился, ты пришел после тяжелой рабочей недели Просто лег, отдыхаешь И, ну, я считаю, замечательно Паша, откуда деньги? Какие? На салоны такие Это же недоступное удовольствие Дорого? Расскажи, ну, я так считаю Секрет Поделитесь секретом Ну, то есть я постоянно работаю, кручусь, верчусь То есть вы работаете целенаправленно на то, чтобы потом пойти отдохнуть? Нет, вы неправильно меня поняли Так, давайте расскажите Я целенаправленно собираю деньги на разные мероприятия На организацию каких-то мероприятий Ну, у меня конкретно есть сумма денег, отведенная в кармане, да? Для того, чтобы, вот, допустим, в понедельник у меня боулинг Во вторник у меня танцы В среду стриптизер Оля, знаешь, как у девушек на косметику, на походы в салон Четверг кино Ага В салон разнятся, у женщин и мужчин И так далее, и так далее У меня каждый день это отведенное отдельное мероприятие Я просто по ним хожу уже, как распорядок Понятно А кто скажет психолог по этому поводу? Павел, все, что буду говорить, не лично к вам относится Договорились Мы сегодня прям не относимся Давайте делать так, чтобы относиться Нет Вообще про походы вы хотите сказать? Да, а к некоему типу, да? К некоему павлу, к некоему типу мужчин И даже, может быть, больше не к мужчинам, а к образу жизни К чему это приводит и из-за чего это происходит Вот когда Павел знакомился с нами, он сказал Назвал дату рождения, то есть 24 года, если я не понимаю 27 27, да, ошибся Вы были близки 27 лет и дважды был женат и есть двое детей Вот если бы Павел сказал то же самое, только не было у него в прошлом двое детей и он не был женат дважды, то ситуация была бы немножко иная Что я имею ввиду? Что на самом деле семейная жизнь, да, семейная жизнь Это не только тело Вот почему-то вообще здесь делается акцент на массаже, на теле, на движении и так далее, и так далее У человека вообще-то есть тело, дух и душа Вообще тело, душа, дух И вот как правило молодые люди, ну видимо Павел находится пока еще, относится к такому типу мужчин Для которых тело самое главное Вот если тело самое главное, то я сразу могу обратиться к Анне и к таким же женщинам и девушкам Которые там собираются замужем, уже замужем и так далее Вот если для мужчины главное тело, надо очень хорошо подумать До свидания Ну может быть, надо очень хорошо подумать и как минимум в диалоге как-то договориться вообще, что у нас будет в жизни главное Потому что тело, оно после того, как девушки рожают, там меняется и становится другим Да, деформируется А далее это неизбежно с возрастом, поэтому здесь не нужно быть наивной И нужно понимать, с кем ты имеешь дело Спасибо большое, мы поняли Павел, как это получается, чтобы... Девушка, вам понравилось на улице? Это ей надо стриптиз вам станцевать? Вы вообще все меня неправильно... Как это? Вот подождите, вы сказали, что вас привлекает девушка в стрип-баре Когда она начинает танцевать, когда она проявляет вот такую свою сексуальную натуру Вы не боитесь, что ваша симпатия к женщинам атрофируется в плане нормальности? Что вы будете замечать только сексуальных женщин, которые демонстрируют ее очень открыто? Ходят в вызывающих одеждах или только в стрип-барах? Или уже без денег не сможете вот подкатить к кому-то? Ну ладно, сразу отвечу на все ваши вопросы Ну как же нормальная симпатия? Как же нормально взять познакомиться? Вот она такая накрашенная и не танцует стриптиз Я веду к тому, что вы неправильно меня поняли Возможно, я неправильно выразился Речь идет о том, что я не ищу, во-первых, девушек к себе в стрип-клубах и в эротических массажах для начала Поэтому вы два раза развелись, ясно? Нет, развелся два раза конкретно по другим причинам Сейчас мы вас расспросим Чтобы вы понимали, я с женой прожил 14 лет Свои 27 Это сколько вам, 13-14? Мне было 13 или 14, она старше меня на один год Как романтично И что, вы думаете, в таком возрасте завязываются серьезные отношения? 14 лет, 5-летний ребенок И что же случилось? Как вы думаете, завязываются? Ну это не серьезно Это первый вопрос Второй вопрос Почему был разрушен брак? И почему я вошел в другой? Первое, это моя работа, которая связана была Что мне надо сделать, чтобы вы на меня посмотрели? Гептиз танцевать? Нет, не в коем случае Я уже это спросила аж два раза Я бы не против, ладно Я к чему вообще говорю Второй у меня брак был Потому что в первом, спустя 14 лет Мы поняли, что мы уже друг друга не привлекаем Это чисто, ну, как это назвать? В общем, ваша любовь выжила себя Она выжила, конечно, 14 лет Но как же духовное развитие? Ну вообще-то люди и больше вместе живут Я знаю, вот конкретно у меня 14 Хорошо, а со второй женой почему не получилось? Смотрите, у меня было мнение Своё мнение по поводу того, что вот когда появляется вот эта вот штука У девушки сносит голову Штука это любовь? Я вам объясню Конкретно отношения до брака и после брака Разнятся настолько сильно, что человек стал мне чужим сразу после кольца Я объясню Я не знаю, с чем это связано Возможно, я ошибаюсь Вот почему-то она думает, что всё, вот у меня кольцо есть Она перестаёт за собой следить Она устраивает дома бытовухи И конкретно я, приходя с рабочего, ну, тяжёлого рабочего дня Приходя домой, выслушаю ещё её претензии Как вы думаете, мне хочется вообще приходить домой? Что за претензии? Какого рода? Какого рода претензии? Претензии такого рода Я могу задержаться Ну, у меня была работа, связанная с МВД То есть армия Ну, вы приходили, ну, задерживались Да, я в спецназе служил, если что Вот Я приходил домой после 12-часового бронежилетного марафона Ложились, смотрели телевизор, перепивая Я падал и отключался Вот так вот Это было вот так А женщина требовала от вас любви, внимания Она же женщина Ей надо слышать, что её любят Ей надо это чувствовать Давай спросим у Ани Что вообще она думает по этому поводу По поводу этой истории Ань, похоже вообще? Вообще по истории похожа Да, на то, что происходило Я бы сбежала от такого мужа Если муж постоянно в командировках Приходит домой, нифига не делает И ложится на диванчике, спит А я что, домработница? А кто мусор вынесет? А кто, блин, продукты поможет мне купить? Почему я должна на своих хрупких вещах Вести и ребёнка, и быт, и как-то там подрабатывать? Ещё и за собой следить А за собой следить Это вообще бомба просто Вот такая же магазин Когда ты сутками не спишь У тебя просто синяки досюда опускаются Волосы ты в пучок делаешь И в таком состоянии тебе плевать Я иду в магазин Мне нужно купить хлеб для ребёнка Или ещё А вы мужчина... Он приходит домой и видит уже тебя устал Не ухаживаешь за собой Ну так давайте я просто скинем наши обязанности На ваши плечи Могу я тебе ответить? Вам, извините Вот если бы у меня была такая жена, как ты Я бы застрелился Почему? Обалдеть Паша, почему? Я тебе скажу честно Я взял бы дробовик и просто лупанул в голову Знаешь почему? Я тебе объясню Вам объясню, извините Я работаю 12 часов Она у меня не работала в тот момент Ребёнка ночью, среди ночи просыпался Качал я на руках Вещи и деньги давал ей я лично Со своего кармана Она у меня не подрабатывала Она должна От неё Её задачи были Привести дом в порядок Приготовить покушать И смотреть за ребёнок Три задачи Всего три У меня в день было больше 20 То есть за деньги всё не купишь Вот вы положили на стол денежку И пошли на диван В спадке Одна стоит, смотрит Ваша жена бывшая, да? И думает Вот что блин с ними делать? Вот опять-таки Самой в магазин Опять самой в парк Опять самой всё Для начала я бы сказал Купи себе мозг Для чего? Объясню Какая интересная заявка Смотри, я тебе объясню почему Ну и всем Прям вы всё объясняете Берётся такси Вызывается с денежки Вызывается такси Берётся тележка Покупаются продукты Едется домой И готовится еда Паша, ну вы тогда привыкли Получается всё покупать У вас такая стандартная модель Я положил деньги на стол И она танцует Я положил деньги на стол И она идёт покупать продукты Не правда, я этого не сказал У нас есть Создаётся такое впечатление Именно такое Значит я неправильно вас донёс Либо вы неправильно меня поняли И мозг кто? Опять Опять Что поняли наши эксперты? Давайте поговорим с ними Можно? Идеальные сегодня персонажи На самом деле Типа Ж Очень мало мужчин Обращаются за психологической помощью Но которые обращаются Павел Они похожи Их проблемы похожи на то Которую вы изложили Значит Как минимум Две есть профессии Где мужчинам нужно Очень много И долго думать Прежде чем Жениться Это милиционеры Силовики Так скажем Представители силовых органов В особенности Работники спецподразделений Поскольку там Мощная нагрузка Стресс и прочее И они хорошо должны знать Нужно было у ветеранов Спросить Что такое жена Это тыл Надёжность И так далее То есть у нас Павел В данном случае Тоже оказался жертвой К сожалению Он выбрал себе Недостаточно хорошо Проверил Проверил Значит Эту женщину Ну что значит Недостаточно хорошо Они встречались 14 лет Да Но знаете Когда человеку Вот второе что хотел отметить Когда Павел говорит Что он начал Женился в 13 лет Ну извините Это или шутка Потому что в 13-14 лет Еще не сформировано сознание Так У молодого человека Поэтому я и сказала Какие серьезные отношения Или мы серьезно относимся к этому Ну или понимаете То есть по определению Такого быть не может В принципе И вот приобретя Такой негативный опыт Да Павел нашел Как Работник спецподразделения Единственный выход Значит Со всеми развестись И дальше Ходить по массажным столам Значит Сразу хочу сказать Что То что сказал Павел Это очень здорово На самом деле Но предназначено было То есть все что он делал Он проявил лучшие Свои мужские качества Он зарабатывал деньги Он трудился Он обеспечивал семью Он полностью отдал Самого себя Службе Родине И своей семье Отлично Молодец Только предназначено было Немножко для другой Женщины Спасибо У нас есть еще одно мнение Третье От девушки Которая работает В таких Интересных клубах Который посещает Павел Но мы поинтересуемся Ее историей И как это все проходит После небольшой паузы Наша работа Устроить гостю Праздник Праздник Мы танцевали Что же творится Что же творится В таких заведениях В которых вы работаете Расскажите о себе И кем вы работаете Да, конечно Работаю танцовщицей Уже довольно долго На самом деле В наших заведениях Абсолютно нет интима И наша работа Устроить гостю Праздник Поднять ему настроение Помочь расслабиться Забыть о каких-то Бытовых проблемах О своих заботах Ну это понятно Как вы это делаете Посредством какого танца Мы танцуем Просто красиво танцуем В костюмах В каком-то красивом белье Костюм Есть ли у вас такое понятие Как приват Да, конечно Приватные танцы Есть вообще В абсолютно любом Стрип-клубе Стрип-баре На приватном танце Это тоже только танец Мы не массажистки Мы не предоставляем Никаких других услуг То есть вы не трогаете Не касаетесь молодого человека Или вообще человека Который к вам пришел Мы касаем Мы танцуем на гости Если надо Есть пожелания И вас касается, да? Ну в приватной комнате Это разрешено В зале Ни в коем случае Олег, сколько вы зарабатываете? Я не За приват Я не отвечу Но это нормальные деньги? Ну, приватный танец Стоит порядка двух тысяч И сколько он длится? Долларов, я надеюсь? Рублей? Да Знают ли ваши родители Чем вы занимаетесь? Нет Знают ли ваши знакомые друзья? Знакомые друзья, да Павел, а Паша, ты так киваешь Пошли бы на приват Ты были знакомые? Я не могу понять Ну, мы виделись много раз Пересекались То есть вы Аля, вы для Павла Получается танцевали, да? Нет Нет Так, не надо тут Просто познакомились В обычной жизни Уже виделись Уже себя тут улыбаются Я не подсказываю Аль, ну, в общем Что хотелось узнать? Вы продолжаете Дальше этим заниматься Или хотите что-то Может поменять В своей жизни? То есть вам не противно От этого, что вы этим занимаетесь? Изначально я пришла Туда танцевать То есть Ну, даже Я не расценила Вначале это как работу В начале было Не так сложно Скажем так Говорит, что Да нет У нас все чистенькое Мы просто танцуем У нас есть костюмы Нижнее белье И все хорошо Ну, как увела Тут все От мужика-то зависит Если он кобель Изначально То он и будет Влядеть всю свою жизнь А тут уже как Девочка Какие у нее там Моральные принципы есть Вот вы зарабатываете Ну, нормальные моральные принципы? Ну, я думаю Это до поры до времени Потому что Появится молодой человек В жизни И ему сказать Что я танцую Вы сказали Своему молодому человеку Что я танцовщица Вот в таком стрип-баре Ну, молодые люди С которыми я встречалась Прекрасно знали Где и кем я работаю И все было в порядке Ты такая Милый У меня сейчас Два привата И я еду домой Ну, я никого не держу То есть Это моя работа Если тебе что-то не нравится Вон дверь Это то есть Вы заводили отношения С клиентами? Нет Никогда У нас, во-первых Не клиенты, а гости Потому что Услуги мы не предоставляем Мы развлекаемся Отдыхаем Помогаем расслабиться С гостями У меня никогда не было Никаких отношений Аня, скажите, пожалуйста А вы своему бывшему мужу Устраивали такие Релакс-процедуры Дома? Да, после того Как я узнала О том, что он ходит В салоны массажные Да, я изучила Некую технику Я посмотрела много видео Мне стало интересно Ну, не хватает Именно жизни Значит, это То есть Вы ему хотели Именно То, что он не получал Вашу семью Да, ну конечно Вы хотели это заместить Попробовала Изучила Ну что? Попыталась Ничего не вышло Понимаешь Тут нужно разнообразие Хочет попробовать многих Паш Что? Что вам не хватает? Тело прекрасное А вы ко мне в трепетизерше ходите? Или к разным? Да, что вам не хватает мужикам? Аня изучила техники массажа Чуть ли не ниндзя-конфу стала Понимаете, фанда? Это только большой тебе плюс Ты молодец Ты круто сделала Ты вообще что-то сделал Для того, чтобы спасти Бои браковиком А? Еще раз Десять минут назад готов был Застрелиться Ну, я не отсказываюсь От твоих слов А, то есть Девушка умеет танцевать Стриптиз Значит, она ему нравится Я была права Уже хорошо Я сделал тебе сейчас комплимент К тому, что ты молодец Ты пыталась спасти свой брак Я не отрицаю тех слов Которые говорил в начале передачи Конкретизирую еще Что мне не хватает Вот я твой, допустим На секунду Пока еще не застрелился Но твой муж Я прихожу домой Знаешь, что я хочу видеть дома? Вот я, когда захожу с порога Я хочу увидеть чистоту Приятный запах в квартире Я хочу видеть счастливого ребенка Который занимается Рисует, там, не знаю Тетрадки Паша, ну жизнь не всегда Только из этого состоит Реально Реально Она не всегда такая Это реально Сейчас ребенок в хорошем настроении Через 5 секунд Он в плохом настроении Ребята, я вам докажу Если хотите, что это реально Как? Вот прям Прямо здесь Прямо здесь Вы все хотите, хотите Хочу это, хочу то Подождите Вы от меня тоже требуете В девушке Я конкретно обо всех говорю Я когда иду на работу Когда я зарабатываю деньги Вы меня выдвигаете Свои требования Какие? Мне нужна косметика Мне липосакция Массаж Мне то-то, то-то надо То есть поэтому вы ходите По таким салонам Девочки же ничего не требуют Я молча себе положу Вы же хотите, чтобы девушка Хорошо выглядела Она после родов У нее животик появился Давайте оплачивайте Тогда там Процедура массажа Вот Может быть я тоже хотела Массаж Вот Только немножко другой Да придите вы домой Снимите свою военную обувь И сделайте любимый массаж Может она перестанет У вас что-то требовать Думаешь я этого не делал? Смотри На самом-то деле Да Были ситуации Когда я приходил После тяжелого дня Такой замученный По 15 поток С меня сошло За один день Я приходил и говорил У меня уже руки висели Я приходил к жене и говорю Малыш я вижу ты устала Давай я тебе сделаю массаж У меня такое было Боже ну золотой Хорошо Вот вы такой прям идеальный Во время браков Я не идеальный далеко Во время браков Вы ходили в стрип-клубы? Во время брака Было? Сейчас я вспоминаю Ага Так если вы вспоминаете Во время брака нет То есть ваши разводы Никак не связаны? Никаким образом не связаны Вообще Первого или второго брака? И первого и второго Не связаны никаким образом А в перерыве? А в перерыве ходил? Ну можно Никому ничего не должен Я никому ничего не должен Почему я со всеми разошелся Почему я не могу пойти И расслабиться как хочу? Паша А если вы найдете Ту единственную? Барь Ну Барь ее не найдешь Хотя возможно Бывает все разуме То есть вы признаете Что в таких заведениях Ту одну единственную найти? Не будете заводить Возможно завести там симпатию какую-то Да там пообщаться с ней И так далее Если она уже захочет Я не упускаю этого варианта Что это возможно Почему? Потому что в нашей жизни возможно все Будете ли вы запрещать ей Дальше заниматься этим? Почему? Не будет Нет Вам нормально? Конечно Объясню почему Ну значит вы будете приходить с работы Класть деньги на стол Их никто не будет брать Потому что ваша милая Где-то там Нет Правильно Я буду приходить домой Обнимать ее Целовать ее в щечку Сказать Пожелаю ей хорошего дня Допустим Если это вечером Тогда просто поздороваюсь Расскажу вам Что у меня случилось за целый день Я вам не верю Я вам не верю Вообще Что скажут эксперты Вы обо мне не знаете Вы такого не может быть А то он сегодня не может Объясните Вот может быть такая ситуация Что вот такой военный человек Все от женщины хочет Все ему тоже давай И тут его милая в стрип-баре Крутится ему нормально Да Есть такие практики? Все может быть И быть все может Но лишь того не может быть Чего быть может быть Не может Хотя и это может быть Как говорится Прекрасно Вот да Я это хотел сказать Я собственно и сам В прошлом военный человек У меня офицерское звание У меня тут вопрос есть Паш И к тебе И к тебе Аня Вот как насчет ревности Да Ревность же была Ну конечно Отлично И собственно Она явилась причиной Развода Это факт был Ну хорошо Ты ревновал когда-нибудь? Никогда Никогда Потому что ревнует Только неуверенный себе человек Молодец Я вижу Ты в себе Офигенно уверен Ты красавчик Ты молодец Прям многие вещи одобряю Это не лошадь При этом нет предела совершенства Ты знаешь В Тибете есть такое государство Называется Мустанг Ну королевство Мустанг Куда въезд иностранцам Только по разрешению короля Так вот Ты знаешь У них уклад такой Там женщины живут С пятью мужами С четырьмя Правда все мужья братья Вот как тебе такой вариант Кстати Ты бы смог Для меня это жестко Я тебе скажу честно Какой бы я ни был человек Для меня это жестко А если это братья? Вообще очень жестко тогда Очень жестко как братья Подожди Не жестко Стриптизерша нет Стриптизерша нет Это нормально То есть можно понять И Аню можно понять И Павла понять Но при этом Как бы вся эта ситуация Что твоя Что твоя Она о любви Или о взаимоотношениях Вообще В чем разница между любовью И взаимоотношением У Ани очевидно Как бы был шаг до любви Но до любви не дошло Не со стороны бывшего партнера Не со стороны Ани Относительно тебя Я пока еще не понял Я тебя еще не посчитал просто Не получится Максим Вот скажите Возможно что Наш герой Никогда По-настоящему Не любил Женщину Что вот так вот заявляет Что я не буду ее ревновать К другим мужикам Которые ее мацают За все вкусные места Когда она перед ними В купальнике пляшет Это здоровое отношение К женщине К своей Кажется в вашем вопросе Уже есть ответ Вы не находите? Ненормально Мы может быть находим А вы что скажете? Я же говорю Все может быть в жизни Я не знаю Надо спрашивать у Паши Любил он когда-нибудь И не любил Потому что Это его субъективная реальность Но если говорить языком Например православных писаний Говорится что Только любящий В любви пребывает Поэтому я бы сказал так Ты пребываешь в любви Или нет? Вот вопрос Когда ты совершаешь Что-то или иной поступок Идешь в стрип-бар Например Или там разводишься Или женишься Ну что бы ты ни делал Ты делаешь свой поступок Свои решения Ты делаешь из любви? Когда иду в стрип-бар Например Из любви к себе Из любви к себе Ну любовь к себе Это простите а-ля Шизофрения Потому что давайте так Чтобы любить себя Нужно себя узнать Тогда вы знаете себя? Это вы меня спрашиваете? Ну вообще Кто хочет может ответить Паша вот себя знает например? Максимум наверное процентов на 50 Я бы сказал исследует Это процесс который Длится всю жизнь А может быть и несколько жизней Ну надо значит сходить В массажный салон Возможно Возможно Это тоже может способ Это может быть способ Самопознания Во всяком случае Ну говорится же Не судить Да не судим будешь Да? Вот Если не судить Как бы можно По разному посмотреть Пути Господни неисповедимы Дайте пожалуйста Павел по-прежнему Павел по-прежнему 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 Я ему верю То что он говорит Это образ Очень хорошего Надежного Нормального мужчины По-прежнему Можно сказать Что пока К сожалению Наверное Он такой Женщины Еще не нашел И я ему верю Что он Невремневый человек Я верю В это Может быть Не было Такой ситуации Где бы он проверился Уж на все сто И дай бог Чтобы ее не было Когда он найдет Свою единственную Неповторимую Но я вполне верю Он выглядит Довольно уверенным Человеком Вот Единственное Не согласен с тем Еще что сказали По поводу Ани Я думаю Аня любила Как раз И любила Очень сильно На самом деле Я поддерживаю Все те принципы О которых она сказала Верность Надежность И так далее И так далее Нужно искать Такого мужчину И он найдется Я вам скажу Что такое же Количество мужчин Ищет И вот пожалуйста Павел Ищет Надежных Нормальных женщин А то что там Технически Какие-то там Массажи Еще что-то Не уделялось Снимание телу Это технические вещи Которые легко Элементарно Убираются В кабинете у психолога Это можно обсудить Там в течение Часа-двух И все Это не самое главное Не самое главное Спасибо большое Ну а у нас Подошло время Перейти К нашему Макияжу К тому самому Превосходному Который начал Делать наш Визажист Виктория Расскажите Какой у нас Сегодня макияж Какие Проставлены акценты Почему У нас сегодня Сразу видно Акцент проставлен на губы Макияж является Довольно ярким Но Его можно носить Как днем Так и В вечернее время Потому что Смотрится он сексуально Многие мужчины Любят стрелки На глазах у женщин Поэтому Я также добавила В макияж И стрелки Соответственно Красная помада Со стрелками Голливудский макияж И это всегда Уместно Сексуально И красиво Спасибо Мне кажется Получилось На 5 плюсов Можно сказать Только одно Если вам Что-то не нравится В отношениях Вы чувствуете себя Несчастной Не надо Замалчивать Проблему Ну а мы Сегодня Заканчиваем Нашу очередную Острую Дискуссию И вам Дорогие телезрители И всем В нашей студии Мы желаем Огромного Счастья Это была Программа Чат Девчат Увидимся Пока АПЛОДИСМЕНТЫ